Так, сегодня я вам расскажу топ-5 вещей, которые меня удивили в испанской школе. Итак, поехали! Когда я начал подъезжать к школе своей будущей, я увидел просто кучу велосипедов на территорию школы. А все почему? Потому что на территории испанских школ есть парковки для учеников. И меня это обрадовало, потому что в России я редко встречал, чтобы школы имели какие-то парковки. Чаще такое случается в России, что российские школы не имеют парковок. И это немножечко расстраивает. Но здесь, в испанских школах, мне понравился в каждой, абсолютно в каждой школе есть парковка. И я могу приехать на своем велике туда и не беспокоиться о том, что у меня его украдут. Итак, второе. Когда я зашел в школу, то я увидел коридоры как из американских фильмов. Примерно вот такие. Также спортзал находится в отдельном помещении. Как правило, в российских школах спортзал находится в самой школе. В самом здании школы. И меня это тоже удивило немного. Третье, это то, что в испанских школах учителям нету даже 30 лет. И это хорошо, потому что им легко тебя понять, если у тебя появилась какая-то проблема. Короче, мне приходится снимать у себя в комнате, потому что на улице испортилась погода. Итак, четвертый факт это то, что в испанских школах очень много детей с другой ориентацией. Да, меня это удивило. Меня это даже, я бы сказал, очень сильно удивило. Потому что в российских школах я такого не видел. Скорее всего я этого не видел в российских школах, потому что эти дети с другой ориентацией, они прятались и особо никому не говорили, что они там геи. Поэтому для меня это было маленьким шоком, когда я пришел в испанскую школу и увидел этих детей. И пятый, последний факт, я о нем говорил вот в этом видео, в своем прошлом, в классе не включают свет. И я правда не знаю, почему они это делают, а точнее не делают этого. Почему они не включают свет, потому что все портят глаза и это, честно говоря, очень сильно выбешивает. Но, как я узнал недавно, они так экономят свет. Потому что свет в Испании, а точнее электричество, очень дорогое. Поэтому они его экономят как можно больше. Это все, что я хотел вам рассказать. И подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Также поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И расскажите об этом видео своим друзьям. Я прощаюсь с вами и до встречи в моем новом видео. Понятно? Субтитры сделал DimaTorzok